сегодня а это еда для энергии так какие продукты у нас забирает энергии такие дают энергию и вот что хочу сказать знаете заметила что последнее время понятие нормы они ну как-то сместились как бы все устают и я устаю все не высыпаются и я не выступаюсь всех болит голова там у меня болит и люди как-то считают что это нормально потому что ну вот здесь посмотреть как люди стоят в пробках да и с какими лицами они сидят за рулем с утра то в общем то все таки в основном не очень сильно веселые но вот вопрос давайте задумаемся если не хватает энергии может вы просто едите не то то есть хорошее питание это не просто та еда которая нам дает сытость правильный подбор продуктов может повысить качество жизни и дать заряд энергии если еда не снимает у вас утомление не добавляет сил значит вы едите неправильные продукты а это очень важно потому что усталость это не просто чувство дискомфорта да это то что нельзя игнорировать потому что усталость может стать хронической и повысить риск возникновения каких-либо заболеваний вот вы замечали что после приема разной еды у нас есть разница самочувствия вот что-то там вы съедите и готовы хоть море переплыть прилив сил такой колоссальный а после какой-то другой еды хочется поваляться полежать сдремнуть вот вроде вы и сыты и желудок наполнили а сил не прибавилось кто такое замечал поставьте плюсик пожалуйста в чате ага да действительно наша пища это наше топливо то есть мы питаемся не просто для того чтобы живот свой чем-то там набита для того чтобы пополнить запасы энергии в организм потому что пища в процессе пищеварения она расщепляется на полезные вещества витамины минералы которые необходимы для нормального функционирования нашего организма то есть получается что продукты это своего рода источник энергии для любого живого организма ну хотя сейчас конечно можно много разных версий услышать есть люди которые там и только там солнце еды и святоеды и так далее но я придерживаюсь все таки традиционных взглядов что человек должен есть еду они только там солнце и энергию света так вот какие же продукты у нас воруют энергию это интересно какие продукты воруют энергию будем это разбирать да хорошо ну что вот они вкусняшечки мучные изделия разные там тортики пирожки пряники все то что относят к категории быстрых углеводов они быстро усваиваются они содержат в себе белый сахар то рафинированный они вызывают скачки глюкозы инсулина то что происходит сахар вступает в кровь поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин чтобы его переварить так скажем до приспособить и получается если человек часто есть что-то очень сладкое быстрые вот эти углеводы то происходит скачки сахара скачки сахара они влекут за собой знаете ну кажущуюся такую энергию весело прекрасно все но на очень короткое время потому что потом наступает резкий спад то есть съел кусочек тортика весело прекрасно через полчаса это может спровоцировать если вот злоупотреблять такими вещами состояние гипогликемии то есть когда у нас уровень сахара в крови резко падает такие у нас как сахарные качели до в течение дня то есть сахар не в норме он постоянно скачет и бывает такое состояние когда начинается какое-то головокружение как говорят сосет под ложечкой и вот ощущение что если вот прямо сейчас что-нибудь сладенькое не съешь то вот все короче рухнешь просто как подкошенный и потом человек идет сметает по холодильника или там съедает пол шоколадки и думаю зачем я это съел мучиться от переедания вот и испытывает какую-то апатию слабости апатию то есть вот такие вот скачки в настроении в состоянии кто-нибудь испытывал подобные моменты вот если бывало такое с вами то плюсики поставьте ага ну и конечно ну какая работа после этого я кстати вот изменил очень сильно свое отношение к сахару и к сладкому когда изучила более подробно этот вопрос и я думаю что вот наши закрытой группе vision fit мы обязательно одну из тем сделаем как избавиться от углеводной зависимости какова может быть свободная жизнь без сахара что это дает как это сделать интересно эта тема сладкоежки есть у нас да но если вы уже в нашей закрытой группе я вас поздравляю если нет то мы сегодня расскажем как попасть поверьте и избавиться от этой зависимости это но не сказать что элементарно но при определенных знаниях и поддержки это возможно сделать это очень сильно изменит качество вашей жизни и состоянии вашего здоровья дальше эльдар да я вижу вас ваш вопрос мы обязательно об этом расскажем чуть позже сегодня так про мучное не давайте не будем забывать что мука а именно пшеничная в частности мука она содержит клейковину это вещество которое под воздействием влаги желудке увеличивается в объеме и вызывает приток крови к нашему пищеварительному тракту и поэтому ватрушку или булочку или пирожков поел и что хочется вздремнуть поспать да есть такое дело есть дальше что у нас идет у нас жареные еще есть блюдо но кто-то там говорит ой это так вкусно хрустящих корочка панировка блинчики жареная картошка кстати спросите меня когда я ела последний раз жареную картошку мы даже не помню не правда это очень давно нас как но так вот многие идут на то чтобы этот весь набор жареных продуктов умять но вообще не стоит потому что еще знаменитый поль брек говорил что на сковородках кипит наша смерть жирная пища жареная пища очень калорийно чтобы и переварить требуется большое количество энергии если это входит в привычку организм приходится вдвойне трудиться вот разумеется тогда силы расходуется быстрее и человек чувствует слабость особенно если вы съели что не такое жирно жареное вечером если вы вечером что-то такое умяли вот вспомнить какой-нибудь банкет праздничный ужин и вы не удержались жирного жареного сладкого наелись и легли спать а с утра просыпаетесь как будто и не спали состоянии абсолютной разбитости и усталости да есть такое про шашлычок ну иногда наверное можно хотя вот сегодня я разговаривала с парнями клиенты мои вот они говорят что уже долгое время делают шашлык только из мяса индейки это очень вкусно и сочно вот как вариант как вариант да 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 так дальше кроме тех продуктов о которых мы сказали у нас еще есть продукты стимуляторы вот принято считать что они подряд принято считает что от них прибавляется сил и я бы хотела сейчас немножко рассказать про кофе кофеманы есть у нас здесь если есть поставьте плюсики те кто выпивает три больше чашек кофе в день мама мамочка ой ну варите нерастворимый же пьете или растворимый варите кофе ребята ну так вот знаете у меня тоже на днях была одна клиентка новая которая выпивала 5 чашек кофе в день еще с двумя ложками сахара каждый 10 ложек сахара в день представляешь артур вот и она говорит я по другому не смогу потому что это дает мне сила но стоило немалых усилий и переубедить рассказать ему об этом все механизмы послал ей там статьи и так далее просто проведем эксперимент и мы изменили ее рацион изменили питание убавили кофе там до двух чашек и она просто в полном восторге потому что очень сильно и вес пошел вниз лишний вес и она у меня столько энергии столько сил я готова горы свернуть я не противник кофе в такой прям знаете радикальной мере я сама кофе пью вот кстати недавно только выпил чашку кофе но смотрите во всем должна быть мера важно не злоупотреблять потому что если вы например ну там какая-то у вас сложная работа или нервы или экзамены да и вы постоянно на кофе на кофе вы должны помнить вот такую картинку это как уставшая лошадь которая постоянно хлещут кнутом вместо того чтобы я отдохнуть ее хлещет и хлещет и хлещет упадет просто рано или поздно то есть кофе не дает нам энергию кофе помогает нам как бы по максимуму использовать наши собственные ресурсы нашего собственного организма они поверьте не безграничны поэтому будьте аккуратны пожалуйста что можно использовать при низком давлении чуть позже я обязательно вам скажу есть природные энергетики которые абсолютно безопасны и могут стать прекрасной заменой кофе еще продуктным стимулятором я бы отнесла алкоголь и но все наверное знают что особо много сил и энергии алкоголь никому не дает но вот артур тебе хочу дать слово знаешь ты хотел что-то рассказать но на самом деле каждый спортсмен знает насколько пагубно влияет алкоголь на организм и и при этом теряются и ухудшаются качества силовые показатели и меняется качество тренировки ну для примера можно привести так то что однократное потребление алкоголя в легком таком опьянении примерно вы делаете шаг назад пропускайте одну тренировку если это выраженное опьянение такое то что вы выпили выпили очень даже хорошо то это может полное восстановление после вот такой гулянки может занимать от 1 от 1 до 2 недели представьте да вот сколько его и вы не сможете полноценно тренироваться потому что это будет негативно влиять на синус мышечного белка то как белок будет в вашем организме усваиваться снижает уровень гормонного роста гормоны это все за счет чего мы восстанавливаемся они нам крайне очень важны как и режим не и алкоголь ведет к истощению запаса витаминов и минерал особенно как группы а cb кальция цинка и пасфата ну короче это по любому не польза да никак не хоть кофе если хотя бы кого-то как-то стимулирует то алкоголь по-любому нет пьяный пьяный предрассудок мышление меняется и все но знаете да уничтожают клетки мозга об этом тоже мы сегодня с артуром обсуждали эту тему и вот насчет похудения то что кто-то отметил что вес повышается но вес повышается по двум причинам во первых у нас задержка жилкости идет то в организме вот отток лимфы нарушается а во вторых у нас и расщеплением жиров и выведением алкоголя один и тот же орган занимается это печень и печень не может два дела одновременно качественно делать когда ставят вопрос сжигать жиры или выводить алкоголь естественно важнее вывести алкоголь поэтому все ваши усилия будут напрасны вот поэтому если вы на какой-то программе там целевой да хотите скорректировать фигуры лучше от алкоголя отказаться красное сухое вино один бокал в неделю да почему бы и нет наталья вижу вот ваше сообщение да ну и еще я думаю что нельзя вот полностью обойти вопрос мяса да но давайте буду с вами откровенно когда я готовилась к нашей встрече знаете что подумала чтобы я сейчас не сказала о мясе нас половина людей скажет что я не права потому что это такое такая тема знаете как политика или религия люди придерживаются абсолютно кардинально противоположных мнений это это мнение аргументировано вот запись будет до лариса поэтому предлагаю все таки тему мясо опустить ну лично я мясо ем ты ешь мясо артур ну что ж а теперь наверное мы поговорим о том какие продукты дают энергию это интересно же да конечно какие продукты дают энергию но начать хочу с такого простого продукта как геркулес овсянка кто ест овсяную кашу по утрам поставьте плюсик я только сегодня ела да это часть моего завтрака почти каждый день сожалению я не ем не овсянку не любишь просто некому готовить она это временно девочки на свободе короче в геркулесе у нас есть медленные углеводы и есть клетчатка то есть это дает долгое чувство сытости и запас энергии прилив сил на долгое время к тому же там есть витамин b1 который также помогает нам не уставать также конечно мы здесь должны отметить и другие крупы да у нас есть гречка у нас с вами есть рис кстати советую цельнозерновой рис или коричневый рис короче говоря не вот этот белый пропаренный который бесполезный абсолютно дошлифованный другие виды риса советую использовать потому что они как раз таки из цельного зерна они содержат витамины микроэлементы которые нужны и клетчатку а белый рис он содержит очень много крахмала то есть польза там польза никакой поэтому когда крупы выбираете тут простой совет покупайте те которые минимально обработаны ни в коем случае никогда не покупаю круп который варится там 35 минут или который нужно там заваривать просто кипятком не пожалейте времени приготовьте настоящую кашу настоящую крупу дальше молочные продукты молочные продукты кисломолочные натуральный йогурт творог йогурт кстати содержит бифидобактерии который подпитывает иммунитет и нормализует пищеварение поэтому чашка йогурта например с трубями с клетчаткой с ягодами с утра почему бы и нет мюсли хороший вопрос таисия знаете чаще всего но надо смотреть на состав чаще всего содержит те мюсли которые продаются в магазине очень-очень много сахара очень много сахара очень сладкие ужасно то есть я предпочитаю просто обычный геркулес и добавить в него в него те же фрукты или ягоды вот это будет гораздо лучше чем просто мюсли которые покупаешь магазине идем дальше ростки бодрости это пророщенная пшеница если кто-нибудь употреблял наверное знаете что это такое там у нас есть витамины микроэлементы эти ростки они стимулируют работу мозга и нервной системы можно использовать употребляется в разных видах да можно добавлять в салаты можно добавлять в творог можно проращивать самим можно покупать супермаркетах но во всяком случае в больших городах точно есть короче обратите внимание на этот продукт следующий пункт это и яйца но наверное это продукт который в нашей семье каждый день в рационе это отличный продукт они дают энергию бодрость там запасы качественного белка органических кислот витамины минералы и благодаря тому что используешь яйца но в пищу до употребляешь легче можно справляться с физическими умственными нагрузками и кстати есть такая тема что типа неделю там одно-два яйца ты артур как к этому относятся не так во всяком случае я тоже ем яйца каждый день поверьте беда современного человечества далеко не в паре тройки яиц ежедневном рационе беда в интернете не зачем сырые омлет вареные яйца если вы например снижаете вес да вы можете или вы набираете массу в любом случае для вас актуально потребление белка более подробному 4 числа на вебинаре будем это обсуждать вы можете использовать белка белков яичных больше чем желтков такой вариант тоже есть так идем дальше бобовые кто использует бобовые в своем рационе хотя бы один раз в неделю поставьте пожалуйста плюс я вообще их на самом деле не люблю вот и зря на самом деле блюдо из фасоли горох чечевицы они дают такой мощный энергетический заряд потому что у нас есть растительный белок сложные углеводы витамины минералы и в общем то очень рекомендую использовать своем рационе капуста тут у нас он цветная капуста на картинке но на самом деле любая капуста нет равных ей да потому что она нормализует уровень сахара в крови и холестерин то есть недаром в диете например для диабетиков капуста на это ну реально ежедневно должна присутствовать в рационе поэтому вот обычные белокочаная капуста цветная капуста брокколи я обожаю брокколи это мой хит я готовлю или варю просто три минуты без соли или на пару делаю минут пять это просто вообще и дочь моя просто эти цветочки как она их называет очень-очень любит короче из капусты можно делать салаты можно делать супы пюре делать какие-то гарниры масса вариантов шпинат обратите на него внимание я люблю шпинат и его можно делать из него какие-то различные соусы к пастам да можно добавлять в салаты в принципе при термической обработке он свои полезные свойства не теряет это кладезь витамина c и железо а витамин c вообще прекрасно снимает синдром хронической усталости так он следующий орехи кто ест орехи каждый день или хотя бы 35 раз в неделю поставьте цифру 1 а ну вот все уже среди нас какие все активные не успеваю что сказать уже пишут прекрасно на самом деле до орехи это продукт который дает бодрость и там есть у нас белок там есть омега-3 витамины минералы и это действительно бодрость энергии на каждый день единственное что не увлекайтесь ими потому что они зараза очень калорийные 100 грамм орехов это 600 700 калорий а для кого-то это половина суточной нормы вообще калорийности вот поэтому будьте аккуратны дальше бананы бананы заряжают бодростью тоже варианты часто их используют спортсмены восстанавливать после тренировок да на самом деле мой любимый фрукт и не потому что я его люблю еще год обезьяна родился так и мне с детства ими кормят ну вот а я не особо ем бананы потому что те кто контролирует вес да и находится стадии снижения веса банан и виноград в общем-то они не особо рекомендуется потому что очень уж много в них сахара ягоды ягоды это конечно супер очень скоро у нас лето начинается и там у нас будет очень много ягод ягоды богата антиоксидантами но конечно вне сезон сложновато антиоксиданты получить поэтому лучше их использовать дополнительно а так в идеале 200 300 грамм ягод в день это вообще просто супер вот про шоколад давайте немножко скажу здесь конечно мы будем иметь ввиду горький шоколад он может использоваться в качестве энергетического продукта потому что его делают из какао бобов которые заезжают заряжают бодростью на весь день и при этом когда мы едим шоколад вырабатывается эндорфин да это нас мотивирует на какие-то толкает подвиги но не уплетайте много пара клеточкам шоколада никому не повредят но да не больше мы конечно имеем ввиду горький шоколад апельсины и цитрусовые это знаете полезно не только потому что там витамины кстати большой вопрос на самом деле насчет витаминов потому что известно что витамин c у него срок жизни не такой долгий в тех плодах которые вот срывают с дерева и если там до вас они дошли апельсина спустя месяц после того как светки сняли очень сильно сомневаюсь что там прямо кладезь витамина c наверное там просто клетчатка вот но знаете еще в цитрусовых что есть цитрусовые киви да тоже в цитрусовые это как ароматерапия мы вдыхаем цитрусовые до ароматы мы чувствуем энергию бодрость клюквы к ягодам у нас относится конечно это уникальная совершенно ягода которая всем рекомендована ну что ж двигаемся мы дальше не забывайте что прекрасный источник энергии это чистая вода и я прям восторге от этой картиночки до прозрачного этого яблочко утром выпиваете воду натощак и пейте в течение дня конечно есть разные мнения по поводу того сколько нужно пить воды да кто-то говорит чуть ли не там пять литров кто-то говорит и пол литра хватит но моя личная практика практика работы моей с клиентами как диетолога показывает что в принципе независимости от задачи когда человек выпивает 30 миллилитров на килограмм веса в сутки это всегда дает хороший результат но теплую лент спасибо за вопрос давайте будем как бы реалистами не всегда есть возможность пить теплую воду если есть такая возможность что это неплохо можете умножить свой текущий вес если вес ваш например 60 килограмм умножаем на 30 получается 1800 это значит литр 800 миллилитров ваша дневная норма но я своим клиентам очень много проще если вы хотите пить вы пейте просто бывает знаешь и люди как бы не привыкли и недели две уходит и потом вот эта жажда она появляется привыкают пить и говорят хочется и процесс идет просто я наблюдала это действительно прям на практике прослеживала это всегда дает хорошие результаты как я всегда говорю как у нас машина работает на бензине так организм работает на воде александр нужно давить как бы совсем уж не надо совсем совсем если не хотите не пейте хотите без воды тут знаете конечно что понятно что все что мы разобрали стоит это включить свой рацион да но вопрос возможно ли одними только продуктами создать вот этот баланс энергетический или все таки этого недостаточно я много лет назад пришла к тому что это этого недостаточно потому что все таки сейчас качество продуктов она оставляет желает лучшего так скажем состояние воды воздуха в тех регионов которых многие из нас живут тоже оставляет желает лучшего поэтому необходимо определенное повышение качества своего питания и есть смысл есть смысл принимать витамины минералы для дополнительно в капсулах энергия в капсулах я так вот это назову в общем то я много лет назад выбрала для себя компанию vision как вот бренд так как производителя и не обманулась ни разу потому что действительно очень качественные эффективные продукты по адекватной цене но смотрите такой пример вам приведу вот например вы едете в автомобиль и у вас загорелось там что там надо заправиться бензин заканчивается что можно сделать можно поехать на заправку да и заправиться а можно просто закрыть рукой эту мигалку да и не видеть ну и что ехать дальше пока где не станете посреди дороги и часто так люди поступают то есть усталость вялость головные боли это уже такие вот но сигнальчики да что нужно меры принимать а люди ничего не делают да или там выпили таблетку это все равно что закрыли эту вот мигалочку да что бензин нужен вот и потом это превращается в проблему то есть когда человек начинает думать что надо что-то делать идет обследоваться а там уже хоп и хроническое заболевание кому знакомому кого знакомых или там может быть у вас были такие ситуации когда терпел терпел таблеточкой глушил глушил а потом раз а там уже гастрит или гипертония или не дай бог сахарный диабет бывает такое согласитесь да вот поэтому лучше такого не допускать лучше все-таки в концентрированном виде пользу принимать и улучшать качество питания каким же образом и какие продукты vision нам могут помочь сейчас мы с вами посмотрим следующий слайд начнем вот с этого с филдформ с филдформ регулирует обмен веществ он содержит витамин c он содержит хром который как раз таки уменьшает аппетит и тягу к сладкому да нормализует именно все обменные процессы и повышает эффективность диет он способствует тому чтобы как бы человек получал такие важные для себя результаты по улучшению фигуры это проверено снижает тягу к мучному к сладкому это вот прям факт то есть это незаменимо в рационе я думаю любого человека а хром витал вот тут был вопрос про кофе да вернее про низкое давление то есть многие принимают употребляют кофе потому что них низкое давление есть природные энерготоники абсолютно безопасные которые содержат природные тонизирующие компоненты то есть вы будете чувствовать как у меня один парень клиент был он спортсмен профессиональный молодой активный такой и он когда начал хром витал принимать он не через неделю говорит у меня горит такое ощущение что свет включили вроде горит мне и плохо то не было было все нормально но горит тут и жизнь заиграла какие вообще прям новыми красками вот хром витал позволяет нам быть бодрыми энергичными с раннего утра до позднего вечера и конечно повышает результат тренировок для тех кто тренируется о елена нам вот делает перевод сразу с французского до название стройной стройная форма это перевод с вид форма ну круто да пакс это я называю бронежилет для нервной системы он помогает обрести спокойствие и повысить концентрацию там содержится нас витамины группы b и магний и вот кстати недостаток например b12 вызывает усталость недостаток магния может вызывать судороги это особенно актуально для тех людей которые имеют ну такие немаленькие регулярные физические нагрузки начинают тренироваться и говорят ноги сводят вот так же витамины группы b дают хороший жировой обмен и вообще создают баланс во всем организме я люблю пакс принимаю его пофигин смотри пофигин такого еще я не слышала ну ладно детокс очищает организм на клеточном уровне и знаете когда ты меняешь качество питания да когда ты убираешь сладкое жирное жареное всякие там консервированные продукты колбасы ой господи то есть еще кто-нибудь интересно езда у меня на самом деле дома отец все это есть но короче говоря когда убираешь такие вот продукты из рациона происходит очищение вкусовых рецепторов то есть ты по-новому открываешь для себя вкус чистых качественных продуктов а детокс способствует тому чтобы очистить организм на клеточном уровне от накопившихся но в народе как говорят шлаков до токсинов ядов вот поэтому детокс конечно же рекомендован всем кто хочет придерживаться принципов правильного питания антиокс он у нас защищает клетки от свободных радикалов нормализует работу сердца сосудов и омолаживает на клеточном уровне тоже показан абсолютно всем конечно же я не буду разбирать весь ассортимент vision потому что это около стана именований да поговорю просто ну несколько основных да скажу нутримакс р новый продукт он снимает воспаление нормализует работу мочеполовой системы это клеточное питание кстати там говорили вот до этого про клюкву до экстракт клюквы содержится внутри макси то есть это не просто как будто вы немножко клюквы съели экстракт это большая концентрация тоже такая терапевтическая дозировка вот это всем показано всем от этого будет польза оказывает мочегонное действие борется с отечностью стенки сосудов укрепляет дыхательные пути ну короче говоря такой комплексный тоже очень хороший продукт сеньор р но мы вот здесь говорим о продуктах с приставкой р но я знаю что у нас есть люди которые в других странах нас слушают с приставкой р это российского производства продукты аналогичные продукты есть и других производителей то есть вы можете выбрать все те которые продаются в ваших странах сеньор р это комплекс на каждый день уникальной комбинации витаминов макро микроэлемент абсолютно для каждого человека дает бодрости и хорошее самочувствие вот короче говоря нужны ли витамины нужно ли их принимать мне кажется сегодня это не вопрос надо просто выбрать лучше в принципе это легко лучше это vision в этом можете даже не сомневаться а сейчас мы хотим а да да артур не подсказывает что я хочу спасибо вот все таки удобно вдвоем проводить такие семинары ребята я вам очень рекомендую это практиковать кто проводит такие семинары вдвоем легче и веселее когда конечно есть взаимопонимание и чувство команды давайте подведем итоги моей темы что нужно есть для бодрости и хорошего самочувствия какие основные пункты нам нужно отметить давайте по пунктам запишем первое переход с одного типа питания на другой должен быть естественным желаемым и постепенным то есть не нужно стресс создавать организм не нужны резкие ограничения делайте все в зоне комфорта тогда это организм не будет воспринимать как временную меру второе преимущественно пища должна быть натуральной и чистой в идеале конечно выращенные природы лучше там на своей даче да но это в идеале если не получается то что ж теперь как получается третье есть нужно своевременно как можно проще завтрак сытный обед плотный ужин легкий ешьте часто и небольшими порциями но это мы подробно еще режим питания но мы будем разбирать на наших следующих вебинаров дальше четвертый пункт чем меньше вы подвергаете еду термической обработки тем больше вне ценного и полезного но здесь хочу сделать пометку у нас сейчас очень модным в больших городах стало сыроедение вопрос у меня по этому поводу потому что все таки я думаю что частности для россии для климатической зоны где я например живу в башкирии может быть это не совсем подходит то что хорошо тибетцу не всегда хорошо башкирина вот короче говоря чем меньше вы заморачиваетесь маринуете жарите там обрабатываете еду в любом случае тем она полезна и ешьте больше неочищенных злаков свежих овощей и фруктов ешьте вообще больше овощей пятый пункт периодически устраивайте для себя ну может быть не разгрузочные дни просто какие-то легкие постные дни это пойдет на пользу вашему организму шестой пункт пейте больше травяных чаев наталья этого как бы плюсуйте это те пункты по которым вы согласны я боюсь друг сейчас минус вышла из чата хорошо хорошо шестой пункт пейте больше травяных чаев и много-много чистой воды 7 обдавайте предпочтение нерафинированным продуктом натуральным сахаром до сыродавленным маслом не очищенным злаком 8 принимайте витамины для того чтобы гарантировать витамины минеральный баланс организма и девятый пункт ребята очень важный балуйте себя смакуйте пищу готовьте ее с любовью принимайте с благодарностью наслаждайтесь тем что вы едите и вообще живите с удовольствием но сейчас кто что-то узнал полезно и цены для себя получил поставьте цифру 1 пожалуйста мы будем продолжать о сколько единичек это приятно скажите пожалуйста а есть у нас здесь в нашей комнате люди спасибо мы сорвали аватович если у нас полностью здесь люди которые уже с нами в проекте vision fit поставьте цифру 3 но я также знаю что есть люди которые и не в проекте и не знают о том что это за проект поэтому сейчас я немножко расскажу немножко расскажем об этом друзья те кто еще не в проекте хотели бы вы вместе с нами шаг за шагом каждый день два месяца двигаться к тому чтобы создавать тело своей мечты кто хотел бы вот чтобы мы были вашими наставниками и шаг за шагом вы бы узнавали все больше о нагрузках о правильном питании кто вот еще не в проекте но хотел бы быть вместе с нами класс ну окей поехали тогда дальше для вас есть информация проект vision fit который не имеет аналогов и поверьте у него есть намного больше плюсов чем у других да что он дает и почему он для вас если вы при перепробовали различные диеты но так и не добили желаемого результата вы возвращались к тому же весу который вас был изначально хотите стройное красивое тело но без вреда для здоровья хотите больше знать о правильном питании и о том какие должны быть нагрузки вы много знаете но не хватает мотивации системы чтобы получить результат вот эта тема которому они очень так скрупулезно рассказывали целый час как это сделать вебинар вот перед вами и следующий пункт готовы прыгнуть головой вместе с нами мир здорового образа жизни если это для вас ставим плюс я пока буду рассказывать что же представляет собой сам проект vision fit это полная перезагрузка вашего мозга это мы поменяем ваши привычки то как вы привыкли привыкли кушать как проводить день и как вы привыкли лежать дома на кровати либо на диване надо убирать 2 пошаговая система для наилучшего результата это будет постепенно как и нагрузки так и питание и вы будете приходить к новому в третье это поддержка мотивация от опытных наставников помимо меня и маша у нас будет еще отдельные специальные гости которые вам будут помогать и все это будет происходить в закрытой группе вконтакте где также будет проходить сессии семинары у нас отдельное количество семинар будет проводить следующий семинар раскрою вам тайны будет 4 я вам говорю в этом 4 числа у нас будет следующий семинар о том как ну вот во всяком случае разбор полетов по питанию и тема о том как тренироваться в домашних условиях буду вести не а вот будет вести отдельный гость на самом деле это дальше эта команда единомышленников и ценные призы для победителей для тех кто не знает у нас будет три номинации до лучший личный результат за максимальное количество подключаемых участников первую линию и за активной части в жизни проекта в социальных сетях контакт facebook instagram знаешь кстати что интересно извини тебе может перебила вот люди удивительным образом находят отмазки знаешь об этом что я рассказывала сегодня одному человеку об этом проекте он говорит это мне не интересно потому что я айфоны не люблю вот свои как сказать свои лени какой только оправдание люди не придумывают и есть еще кто не любит iphone потому что мы будем разыграть 3 iphone и седьмой модели за первое место просто знаете сразу кто не любит айфон и выиграет вы можете отдать мне или артуру и вообще проблем никаких продавать и надо отдать дальше дальше мы идем поздравление победителей будет нас происходить двадцать девятнадцать двадцатого августа на дне рождения компании vision до проекта приручен компании vision к дню его рождения поэтому в москве крокусе тихоли на главной сцене вас видят все о том как у вас будет лучше личный результат либо активную частью в жизни проекта с хэштегом vision 2017 либо за наибольшее привлечение участник проект ну супер да и еще раз давай подчеркнем что этот проект он в рамках компании vision и призы предоставляет компании vision и там площадку для реализации также предоставляет компании vision об этом еще немножко мы расскажем и здесь стоит сказать немного о том что такое премиум клуб потому что этот проект действительно он в рамках премиум клуба vision vision это международная компания которая уже 20 лет предлагает на рынок продукты для здоровья красоты и улучшения качества жизни и скажите в принципе если вам предложили приобретать эффективные качественные товары со скидкой или пользоваться им вообще бесплатно выбора смотрели такое предложение напишите кто кому было бы интересно со скидкой или бесплатно пользоваться качественными товарами плюсики поставьте а а почему нет действительно кто откажется да и вот есть такие премиум карты vision с которыми можно приобретать любые продукты из широкого ассортимента компании vision со скидкой представляете не 3 там 5 процентов обычно все скидочные карты они с такой цифры начинают максимум 15 вот это вообще золотая карта 15 процентов у меня в летуаль 25 процентов но я пол летуале по моему купила чтобы получить а здесь получается чтобы получить скидку 20 процентов это заказ на 4660 рублей ну как минимум да и выше то есть вы можете приобрести все что вам и так в принципе надо для хорошего самочувствия со скидкой и пользоваться свое удовольствие также вы можете рекомендовать эти продукты и тогда будете пользоваться витаминами там косметикой vision бесплатно вы можете изучить это сделать из этого высоко доходный бизнес подробно мы этом не будем сейчас разбирать тема других встреч то просто кто не знает узнаете сразу отвечу на вопрос можно ли быть в премиум клубе и участвовать в проекте без фото не спешите вот прямо сейчас информация она появится просто не беспокойтесь чем отличается проект vision fit от аналогичных проектов смотрите обычно но я сама даже была диетологом в онлайн проектах аналогичных обычно как люди платят за участие 3 4 5 10 тысяч просто за участие и каждая за себя как говорится в результате кто-то выигрывает там денежные призы а здесь выигрывают при этом самый толстый да чаще всего кстати выигрывает человеку который был самый большой лишний вес ему было легче всех скинуть там 10-15 килограмм да у него самый видный результат и ему дают приз вот это очень бывает обидно потому что зачастую сделать небольшую коррекцию но качественно это стоит гораздо большего труда неправда неправда это о чем а то что не самый толстый сюда выигрывает по ходу дела наверно все может где-то может разумные судьи были да 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 так вот в нашем проекте получается ты не платишь за участие в проекте да ты просто становишься премиум клиентом компании то есть инвестируешь в себя свое здоровое красивое тело экономишь как минимум 1175 рублей это я посчитала минимальный заказ и скидка 20 процентов и вы те кто вас пригласил на это мероприятие у них спросите как все это осуществить как зарегистрироваться вам это все расскажу то есть познакомьтесь просто этой идеи я думаю она вас увлечет также как увлекает все больше людей в разных странах мира с каждым днем и может быть сегодняшний день кстати станет для вас началом но действительно новой жизни так теперь двигаемся дальше немножко скучной но нужной информации так порядок приема заявок и регистрации вот сейчас просмотрите это все но можете как бы не записывать потому что потому что у нас есть следующий слайд и вся информация есть на сайте на сайте vip.net давайте я напишу его в чате для тех кто не знает вот там есть раздел который посвящен собственно vision fit и когда вы зайдете на сайт выйдет логотип vision fit сразу вы кликните на него и попадете в этот раздел вот вся 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 подробная информация она там есть можно действительно быть премиум клубе быть премиум клиентом участвует без фото до и после идти по другим номинациям то есть как человек который привлекает людей в этот проект или как человек который активно освещает проект социальных сетях был также вопрос вот сейчас послушайте пожалуйста меня очень внимательно был вопрос можно ли не регистрироваться не посылать заявок не бороться там за призы а просто слушать семинары но потому что я знаю что тоже интересно да у нас раз в две недели будут проходить онлайн семинары по самым-самым таким насущным темам по питанию и по нагрузкам и в общем-то компания пошла нам навстречу и можно то есть можно быть просто премиум клиентом и будет вход вот елена коваленко у нас представитель департамента работать дистрибьюторами она здесь поправь меня если я не права но я так понимаю что можно будет просто быть премиум клиентом и через личный кабинет заходить и слушать конференции да но при этом те кто вот по такой программе идут они естественно да да те кто идут по такой программе они не борются там не за какие айфоны они не участвуют наши закрытой группе они не получают специальную информацию от наставников в общем не не и не и еще они не получают кстати именные сертификаты об окончании этой программы которые потом могут я думаю послужить вам хорошую службу в дальнейшей деятельности то есть сертификаты получают именно только участники да это просто вот премиум клиента можно быть и вольным слушателем да вот здесь еще раз да 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 спасибо елена тебе за помощь и поддержку и вообще кстати за то сколько времени и сил ты уделяешь этому проекту который свалился тебе как снег на голову да и в принципе это не входит в твою в твои обязанности так скажем да но спасибо тебе большое за поддержку и за твою огромную работу и так напоминаем участники это премиум клиенты которые прислали заявки и до конца мая подтвердили квалификацию хотя бы по одной номинации правила вы можете посмотреть на сайте да ну что ж идем дальше на дальше у нас следующий семинар как мы уже говорили о том что пройдет 4 июня как научиться составлять рацион питания нас будет рассказ об этом марии наш диетолог тренировки в домашних условиях это будет предложенный спикер это будет один из ваших наставников да как мы уже говорили у нас и будет двое вот этих два замечательных человек очень приятные лица на самом деле мы не говорим лишь по нескольким причинам потому что это два выступающих спортсмена у них контракты с крупными организациями спортивного питания и они не имеют права выкладывать у себя на странице либо о том чтобы где-то они светились в других проектах и представляли лицо чужой компании в целях рамках безопасности но и для нас для них они будут общаться с вами только в закрытой группе и только в контакте поэтому ребята вот эти два самых человека титулованных спортсменов которые уже на протяжении нескольких лет город защищает свое имя будут вместе с вами точнее с нами и вместе с вами двигать ваши мысли действия желания и делать тело вашей мечты но кстати как вам такие наставники тоже как вам такая команда ничего не поняла в общем я бы часть того что происходит в нашем чате я не понимаю конечно но я рада что в общем вы впечатлены да действительно вот такая сумасшедшая команда у нас будет и реально это люди которых уже есть имя в сфере фитнеса они очень известны а все увидела да но просто мы рассказали эту идею их увлекла идея самого этого проекта vision fit и они сказали а почему бы и нет почему бы нам в этом не поучаствовать не помочь не поддержать такой классный проект вот поэтому это еще не все да я думаю что у нас в ходе нашего проекта еще будут сюрпризы еще будут какие-то сумасшедшие идеи у нас сформируется какое-то свое такое братство так скажем vision fit до людей которые создают лучшую версию себя которые двигаются которые развиваются которые хотят стать лучше и двигать массы идеи здорового образа жизни вот короче говоря все только начинается у нас еще есть время до конца мая у нас есть время чтобы самим включиться в проект чтобы рассказать об этом как можно большему количеству людей вот и ребята от всей души вам желаем сделать это и пусть это лето станет для вас ну самым настоящим приключением таким на пути к вашему совершенству спасибо вам большое за внимание до новых встреч ждем вас в нашем проекте регистрация до первого числа с каждым из вас мы еще познакомимся пообщаемся поэтому всем желаю успехов удачи всего доброго